Проверили боевую готовность, сотрудники Белгородского ОМОНа проводят тактико-специальные учения. Задача – отработать слаженность действий в команде. Сотрудники отряда специального назначения провели марш-броски в полной боевой экипировке, штурмовали заброшенные здания, ориентировались на местности, стреляли из разных видов оружия. В полевых условиях побывала и Надежда Сверидова. Расстояние 25 метров. Бойцы стреляют только одиночными, выполняют несколько упражнений, причем нестандартных. Разрешение министерства на это есть. Попадают в цель, прикрывают товарищи, меняют позиции, стреляют из-за прикрытия. Так ОМОНовцы отрабатывают скоростную стрельбу из различных видов боевого оружия. Оттачивают мастерство и снайперы. Это пятый день боевых недельных учений. Бойцы спецотряда уже провели марш-броски на 5, 10 и 15 километров. Штурмовали заброшенные здания, ориентировались на местности, изучали военную топографию, тактику действий, взрывное дело. Отрабатывали взаимодействие команды в лесу во время засады. Все эти вопросы мы отрабатываем для того, чтобы личный состав был готов к выполнению самых сложных задач, как на нашей территории области, так и за пределами. Подобные учения проходят два раза в год, летом и зимой. В них задействованы все, от водителя до командира. Василий Наумов – опытный ОМОНовец. Когда-то он плечом к плечу стоял на боевых позициях вместе с героем России Вячеславом Воробьевым. Старший лейтенант полиции не понаслышке знает, как важна такая подготовка. Она позволяет научить молодых бойцов умению работать в команде, вспомнить забытые на гражданке навыки и приобрести новые знания. Шанс, как к настоящему мужчине, как и все у нас в отряде, повышать свой профессиональный физический уровень, становиться выше, лучше, быстрее, выше, сильнее. Журналисты не остались в стороне и тоже решили проверить себя. У одних уже был опыт обращения с оружием, и они без труда справились со стрельбой. Другие автомат Калашникова взяли в руки впервые. Прокатили акулпера и на быстром, маневренном, надежном бронетранспортере. 12-тонная машина по такой грунтовой дороге развивает скорость около 30 км в час. Однако холодный, пронизывающий ветер и ямы под колесами делают такую прогулку реально приближенной к солдатской жизни. Не обошлось без сюрпризов. Проехав большую часть пути до полевого лагеря, на БТР условно напали незаконные банформирования. ОМОНовцы сумели быстро среагировать и обезоружили террористов. Оказаться в условиях, максимально приближенных к военным действиям, это очень здорово. Ты едешь на танке, справа что-то взрывается, слева выбегают парни с автоматами. С одной стороны, это большой стресс. Я этого не ожидала, но это очень интересно. Удержаться на танке было интересно, хотя и страшно. А это уже местная дислокация, где во время учений живут ОМОНовцы. Полевые условия максимально приближены к тем, в которых будут выполнять боевые задачи сотрудники в командировке. Укрепленный лагерь, постоянная боеготовность, караульные посты и палатки. Это наше жилье на данный момент. Печь, дрова, оружие. Двухъярусные кровати, спальные мешки и печка буржуйка. К таким условиям уже привык самый молодой боец отряда Евгений Костенко. Ему 21 год. Он продолжает военную династию. В ОМОНе служил его дядя. Мечта стать сотрудником спецотряда осуществилась несколько месяцев назад. Спустившись с армейского поезда, он сразу пришел в Белгородский ОМОН и не пожалел. Несмотря на трудности, таких полевых учений знают, что ему это поможет в жизни. Уже есть даже привычка появляется к таким условиям. Уже не боишься даже. Знаешь, что там будет. У тебя на полевом было и все. Главное – нести службу достойную. И не сдаваться. Впереди еще несколько дней теории и практики. Проверить свои силы и знания, приобретенные в ходе учений, бойцы ОМОНа смогут уже совсем скоро. 23 декабря они отправятся в полугодовую командировку в Ингушетию. Надежда Свиридова, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.